Ребят, приключения продолжаются, нам крупно повезло, потому что подъезжает трактор, одел на себя цепочки, но ее вон шатает, конечно, хорошо. Но она еще не понимает то, что у нас тут творится. Видимо, уже поняла. Всем привет! Всем привет! У нас предновогодняя неделя. Вчера я залез на чердак, настроил Wi-Fi-розетку, и теперь у нас гирлянда нас радует на нашем фасаде. Очень красиво горит, но в прошлом году мы ее также зажигали. Каждый год будем зажигать. Ну да, у нас окружающая машина, людей, кто мимо ходит, смотрит. А сейчас мы работаем над каркасом нашего пристроя. Я взял с собой гвозди и доукрепляю те уголки, которые я крепил на хорошие толстые саморезы. Задача на сегодня сделать стропила и сделать упор для этих стропил именно вот в этом месте. Здесь есть два жестких места. Это доска обычная. Где-то здесь и там. Те же стропила от дома вниз уходят, и в них я должен попасть. И тем самым я закреплю упор для следующих стропил. Стропил я посчитал где-то, ну метр будем делать между стропилами. Где-то там от 40 сантиметров до метр сорока можно делать стропила. Ну, здесь небольшой каркас, поэтому я думаю, что метра будет достаточно. Но мы еще посмотрим. У нас может еще и материал закончиться. Для вот этих вот упоров уже придется будет ехать в Казань докупать стройматериал. А пока укрепляем каркас. Вот я сюда примеряю сейчас упор для стропил. Это 5 на 10. Здесь будет он крепиться, будет стоять вот на этих надежных врусках. Также он будет туда вот прибит. И еще я хочу сделать вот, например, берем стропила, да, которая вот будущим будет здесь вот так идти сюда. Здесь я хочу подрезать по 5 сантиметров, вот здесь, чтобы здесь 5 сантиметров и здесь, чтобы посадить, чтобы был надежный упор. И в дальнейшем уже на гвозди закрепить, что здесь, что здесь. И здесь тоже буду подрезать, чтобы они ложились красиво. Ну, вот такие вот у нас задачи. Здесь придется сейчас, вот здесь немножко идет вниз. Наверное, возьмем домкрат и под домкратем я вот этот брус туда посажу. Но это после того, когда я сделаю выемки здесь. Наметить надо все это дело. Так, примерно, примерно. Иди, иди. 97 сантиметров. Будем поддомкрачивать дом, ребят. Надо тут уже подставить, наверное. Сейчас. Ну-ка. Или просто доску положить. Вот, уже видишь? Надо вниз опускать. Что там, поднимается? Ну, вот слева крыша мешает. Она в снегу. Пока так. Ну, должна залезть. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Эх, чуть-чуть еще надо. Совсем чуть-чуть. Тогда залезет. Ставим. Как-то так. Вот, что я хотел. Вот, что я хотел добиться. Чуть-чуть туда надо подвинуть, 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 и все на этом. Ага. Вот, видите, вот это бревно, которое длиннющее, оно заходит на наш сруб. Так вот, оно почти что не держало здесь ни на чем. Мы, как уже говорили, сделали вот такой временный упор. А летом я хочу здесь забетонировать, сделать столбик из бетона. И мы поднимем нормальный уже столб и также поддомкратим, и все будет хорошо здесь держаться. А сейчас пока вот это вот держит у нас. Почти уровень. Визуально кажется, что совсем не уровень, но у нас участок под уклоном, и поэтому вот немножко, вот чуть-чуть вот эту сторону поднять, вот эту, и все, и будет тогда ровно. Ну еще и дом косится. Дом такой уже, да, покашивается потихонечку. Стропилы у нас готовы, начинаем их устанавливать. Пойду отсюда, наверное, с самого края. Так, и будем забивать их сюда сейчас. О, легла, как родная. Первая. Сейчас по уровню и закреплю ее. О, здесь прям залезла. Встала. Все ровненько. А, ну все, она встала. Все, окрепить будем сейчас, когда выровняем уровень уже. Тогда можно и еще окрепить будем тогда, когда мы здесь еще упору поставим. Так, все нормально. Пришло время крепить стропилы на уголки. Так, ну вот остается немного материала. Это 50 на 100. Я установил все стойки, которые можно было здесь укрепить. Под каждое стропило получилось. А вот такие обрезки пойдут уже на окно. Сейчас мы их не будем, конечно, устанавливать. Мы еще не определились, здесь будет окно, либо здесь будет окно. Само окно надо купить. Само окно надо купить по высоте, посмотреть какое. И потом уже закрепим это дело. Необходимо еще установить упор такой же вот здесь будет. Это вот не хватило материала вон там. Мы еще должны определиться, где у нас дверь. Ну, мы уже определились, потом все увидите. И вот здесь необходимо будет достроить до выхода на чердак. Все это вот надо делать из 50 на 100. Не хватает, я посчитал, где-то две балки. И еще мы поедем в скором времени за стройматериалом. Он уже практически закончился. Будем покупать кровлю, доски и жестянку. Будем покупать такую же, как вот эта вот крыша дома. Да, не будем никакой мудрить, ничего. Ну, один материал. Да, закроемся. Как идет железо. Закроем, сделаем крышу. И будет уже более комфортно работать. Мы уже можем крепить стены в дальнейшем. И уже работать внутри, так сказать. Потому что скоро январь. Январьские морозы, надо торопиться. Будут ли эти морозы в январе? Вроде как в феврале только обещают. Так что мы должны успеть с тобой. Ну да. Мало того, что у Кур лампа лопнула, и еще и с патроном беда. Патрон просто развалился керамически. Здесь оторвано все. Я нашел в хозяйстве только вот такой. Я думаю, что сейчас как-нибудь... Единственная проблема, вот этого был кронштейн. Здесь можно было в коробку его закрепить. А здесь нету кронштейна, вот этого. Надо как-то подумать, чтобы лампа стояла именно вот так вот. Сейчас я разбираюсь с этим делом. Надо открутить. Посмотреть, что можно придумать. А, ну все, я понял. Есть решение. Но эта коробочка не покупная. Я ее делал сам изначально. Пока что вон, что на ум приходит. Вроде как бы получается. Сейчас закрепляю патрон этой коробки. Каким-то чудом патрон уже держится в коробке. Да нет, я там на стяжку закрепил. Провозился, но сделал. Сейчас проверим, как работает. И ладно меня направлять. Все, работает? Да, отлично. Курочки нам сегодня дали 7 яиц. 7 яиц в зимний период. Да. Но правда минус 3 на улице. Минус 3 у них курятники. На улице минус 10. А, ну понятно. Такой, как это, не отсюда. Сейчас я даже покажу градусник. Яйца на сквозь у наших курятников на высшем уровне. У нас минус 10 градусов. А в курятнике минус 3. Я еще для надежности с внешней стороны пройдусь. И можно идти вешать. Решили заодно взвесить яйцо. Вот я тут собираю. У нас 30 яиц забронировали к Новому году. Ну вот, 60 грамм получается яйцо. Вот одно. Плохо видно. Вот 62. 62 грамма. Другое. Но они более-менее все одинаковые. Это может чуть поменьше будет. 56. Но я по пароде посмотрела по этому. Ну, по характеристикам в принципе. Вот 60 это как раз золотая середина. Может быть чуть больше. Но им пока сколько? Полгода считаю. Может быть потом будут побольше уже яйца. Пойдем вешать лампу. Пока Женя крепит лампу. Повесила я им веник из крапивы. Но они его обходят стороной. Один положила. Чтобы не так страшно было. Только петух пока по нему ходит. Я думаю, что привыкнут. И потом я уже его повешу. Потому что к повешенному веник... О, вот все. Это подарочек на Новый год, да? Подарочек, да. Веник на Новый год. Ну все. Слава Богу. Я повешу сейчас. Они привыкнут. А я закрепил эту коробку теперь вот так. Она раньше висела здесь над потолком. И смотрела вниз. А сейчас она под углом. Это для удобства еще света. Вот я сделал крутилку вот эту. Включай. Проверяем. И там у них этот насес. Включай. Сейчас, секунду. Опа. Все, лампа горит. Ну вот и на них направляется. Да, они здесь будут сидеть. И им будет удобно. Греться. Лучше здесь ничего не придумаешь пока. Так что несите нам еще больше яиц. Давайте повешу тогда, раз вы тут рассвоились. Может быть сюда повесишь, слева от окошка. А вот здесь есть место. Все. Достанут они? Слушай, ну они вот точно тот достанут. А вот этот что, для красоты вещать будет? Ну посмотрим. Не знаю. Может пониже? Слушай, все-таки. Ну лучше пониже. Давай пониже. Ну либо шуруп вертим. Кстати, у нас эта лампа, она в защитном флаконе. А то писали, оденьте защитный флакон. Вот, смотри пониже. Все, именно в милое удовольствие. Все. Все условия для вас созданы. Мы пошли делать другие дела. Оп. Оп. Продолжение следует... Собрались в город ехать, прошло уже 3 часа, мы даже не выехали еще из нашего села, машина заглохла и не заводится. Точнее, она заводится и глохнет тут же, через буквально несколько секунд. Пытались ее, думали, оттащить, но крюка здесь нет. Сорвана резьба, поэтому нам даже ее не оттащить домой. То есть только эвакуатор и то, где его тут найдешь. Да, грузовой, то задом ее запихивать, потому что не за что цеплять. Впереди крюка нету, то есть приехал сосед, хотел нам помочь оттащить нас. Идет снег, заметает. Короче, у нас полный набор неприятностей. Полный набор, да. Мы хотели ехать в Казань за материалом. В общем, пока непонятно, чем это все закончится. Отключил ты? Отключил. Помогают, приехали соседи. Да, дорогой. Пока нам посоветовали продать эту машину и купить газель. Сказали, что с такими машинами живите в городе. А в деревне нужна газель. Здесь любой сможет ее отремонтировать. Есть запчасти, а эти дизели, тем более. Еще и французы. Живите с ними в городе. Такие дела. Друзья, так и не смогли мы завести и найти проблему. Очень тяжело с заводом машины. Поэтому сейчас я снял номер. И мы будем цеплять машину, отвозить к дому ее. Там уже разбираться. Ребят, сейчас совсем интересно. Смотрите, меня тащит в гору. Газель 6-метровая. Я на тросе. Еще метель вот эта. Вроде нормально справляемся. Вон она, заднеприводная. Тащит. Одел на себя цепочки. Но ее вон шатает, конечно, хорошо. Вот такой вот у нас сегодня драйв зимний. Надеюсь, затащит меня сейчас в гору. Давай, 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 давай. Давай, газуй. Эх, тут лед просто, лед. Все, встали пока. Тут надо, Лех, надо полево ехать, по лосе, наверное. Да нет, по лево шкуряет. Я вам сейчас не тронусь, сам ты. Да? Ну, назад потихоньку тогда. Я его тащу. Там газель еще идет. Ну, она еще не понимает то, что у нас тут творится. Видимо, уже поняла. Друзья, там еще третья газель подъехала. Сейчас будет автопоезд из газелей. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас, ребят, подцепили. Две газели меня тащат. Две. Первый раз такой вообще. Вон там, видите, вон еще одна газель. Вот такой автопоезд. Вот это, вот это, да. Но тут никак не подняться просто. Тут даже эту газель не затаскивает. Первая газель, она груженая. Поэтому у нас и получается тащить в гору. Да. Вот это да. Немножко тут. Потихонечку, потихонечку едем. Короче, здесь голый лед. Просто так не подняться. Еще одну набираем сейчас. Скорость, ну, назад немножко, а потом вперед. Пробуем еще раз. Но тут голый лед. Совсем. Еще машины разъездились. Надо... Надо в левый ряд, в левый ряд уходить. Слева. Не, по голому льду, ребят. Ты себе еще ловете? Чуть-чуть разогнаться. Короче, третья газель уехала. Не смогли мы подняться, пока стоим. Сейчас есть одно решение. Это Нива. Нива подъедет. Шевролет. Попробует у меня одного. Тут остался вот до поворота. Вот здесь вот до поворота и все. И на нашу улицу. Просто здесь вообще лед. Ну, тут не вариант вообще и в гору. Вот он, лед. И газельки бедные, заднеприводные. Они даже вдвоем меня не утащили. У Лехи вон цепочка. Он цепочку тут откопал. Он, видите, откопал целую яму до асфальта. Поэтому пока что вот так. Ребят, приключения продолжаются. Нам крупно повезло, потому что подъезжает трактор. Я думаю, что он нас утащит легко. Сейчас это все подключу и поедем. Все, поехали, ребят. Поехали, поехали. Но трактор тоже кидает во все стороны. А хорошо, что трактор здесь работал, снег убирал. Вот такими движениями мы добираемся на сломанной машине. Надеюсь, больше приключений не будет на сегодня. Ну, надо, надо, надо заехать. Давай, 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 родной. Чуть-чуть еще. Одни газельки, вон, они тут все еле заходят. Давай, 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 давай. Вот, все. Едем. Ну, с трактором легче, конечно. Трактор – это тема. А дальше уже вручную мне надо будет толкнуть. Сейчас он перед спуском должен встать. У нас там спуск дальше к магазину. Ну, потому что дом уже рядом. Вот здесь левее наш дом уже. Вон там сосед Леха меня ждет. Он сейчас скажет, где отцепиться. Отцепимся и будем толкать уже меня вручную. А что делать? Потому что, хотя трактор может заехать и ко мне. Вот. Так, я немножко в натяг. Вот так. Так, 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 так. Все, 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 стоп, 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 стоп. Все, стоп. Есть. Там еще одна машина застряла, что ли, у нас. Нет, вроде бы. А, он хочет меня затащить. Ну, это хорошо. Это хорошо. Затащит. И то хорошо будет. Оп, 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 оп. Давай, давай, родной. Осталось чуть-чуть. Молодец. Вот, молодцы. На дороге выручаем друг друга. Классно. Что сказать. Все, мы дома. Оставляю пока машину. Иду смотреть интернет. Здесь, к сожалению, у нас таких специалистов по таким машинам в деревне нету. Не знаю, справлюсь ли я с этой задачей или нет. Потому что здесь очень много датчиков разных. И надо будет проверять как-то. Ну, надо проверить два датчика, которых подсказали. Посмотрим, что из этого выйдет. Заведется она или нет. Таких проблем не было еще. Ладно, идем пока в дом. Собираться с мыслями. Жень, ну что скажешь, шансы есть, что сможешь сам? Во-первых, я уже переоделся и готов выйти. У меня уже руки чешутся. Побыстрее это сделать, настроить. Хочу посмотреть регулятор подачи топлива. Может быть в нем проблемы в этом датчике. Вообще нам посоветовали поменять машину на новую газель. Как вы думаете? Напишите в комментариях, стоит ли менять французы 12-ти. 12-го года на новую газель. Но не новую уж. Ну, не новую, там, 20-го года. Да. И бензиновую посоветовали взять, потому что бензиновая легче ремонтируется, чем дизель. Но на самом деле так оно и есть. Но здесь они заднеприводные. Опять же будут проблемы, мне кажется, для снега, да, ездить. Да, с другой стороны, у такой машины, как наша, она редко ломается. На самом деле. Она не новая, 12-го года. Я думаю, что сейчас найдем причину. Но самое главное, выявить причину поломки. Я даже не знаю, что с ней. Мы вот полдня сейчас провозились, с самого утра со Светой. А представляешь, если бы мы на ледовой переправе сломались? И вот посередине льда, посередине Волги. Толкали бы ее там вдвоем. Там лед 35 сантиметров толщиной там. Местами от 25 до 35 сантиметров. А если заказывать эвакуатор и везти в город в объезд 70 километров, мы так посчитали, 7 тысяч рублей только в одну сторону на ремонт. На ремонт. Только до автосервиса. А что будет в автосервисе, это большой вопрос. А здесь таких специалистов нет. Здесь только я и мои руки, которые, надеюсь, доберутся до причины до этой. Ну, соседи, которые могут что-то подсказать, но не специалисты тоже. Вот такой форс-мажор у нас, друзья. Да, планы были одни, но получилось так, что диктуют нам другие уже планы, непредвиденные обстоятельства. Хочу поздравить вас с наступающим всех Новым Годом. Пожелать вам в Новом Году мирного неба над головой, добра, счастья. Будьте здоровы, ребят. Всех с наступающим Новым Годом. Я тоже хочу поздравить вас всех с наступающим 2023 годом. Пусть все плохое останется в прошедшем году. Похоже, что это у нас последнее видео, да? Да, но получается, что если причину поломки вы уже увидите в следующем году, ребят, ну вот так вот, да. Ну, в первых числах января, может быть, получится. Ну, это следующий год, на самом деле. Да, но стройба, скорее всего, не будет работать. Может быть, уже числа 5-7, да, поедем в город. Да, стройка у нас на такой паузе, праздничной. К сожалению, хотелось, да, делать крышу, но... Ладно, что, не будем фиксироваться на неудачах, да? Будем дальше. Всех с Новым Годом! Да, с наступающим. Ну и ладушки! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!